Степанакерт. После окончания Первой Карабахской войны Степанакерт стал главным политическим и экономическим центром самопровозглашенной республики. В период боевых действий с 27 сентября по 9 ноября 2020 года город неоднократно подвергался бомбардировкам, в результате которых погибло и было ранено несколько десятков человеков. 8 ноября 2020 года вооруженные силы Азербайджана вернули под свой контроль город Шуши, что открывало им дорогу на Степанакерт и потенциально давало возможность для его окружения. 19-20 сентября 2023 года, несмотря на наличие российских войск в качестве миротворцев, вооруженные силы Азербайджана провели военную операцию против сил Карабаха. Город также подвергся обстрелам в ходе столкновения. Азербайджан за сутки добился полного контроля над регионом. Представители Карабаха объявили о прекращении огня на условиях, которые по сути являются актом капитуляции. Армянские военные отряды в Карабахе сдали оружие и военную технику. Каким же был Степанакерт все эти годы? В диаспоре и Армении его представляли как город любви и второй Париж. Но был ли он городом любви все эти 35 лет? К сожалению, не был и не мог быть, когда 35 лет абсолютно безразлично город относился к остальным районам Карабаха и селам. Степанакерт, по сути, после первой Карабахской войны стал городом, где чиновники и госаппарат превратились в преступников, которые под оболочкой закона фейкового государства вытворяли все, что им вздумается. Именно в Степанакерте находились 12 непонятных фейковых министерств, которые занимались отмыванием и грабежами денег, выделяемых Арменией. Все последние 25-28 лет эти министерства и чиновники публиковали фальшивые статистики роста экономики и непонятно еще чего. Это сборище бессовестных чиновников, полицейских, следователей, судей, генералов и ведущих Арцарского ТВ создали несуществующую картинку успеха и развития, тем самым обманывая весь армянский народ, Армению и диаспору в частности. Для того, чтобы сбить с толку диаспору и Армению, чиновники Степанакерта вбухивали все деньги в центре города и парке вокруг, жилые кварталы и дворцы. Тем самым Степанакерт показывал всему армянскому народу, что, мол, посмотрите, как мы процветаем и продолжайте, пожалуйста, исправно высылать нам деньги и собирать на нас деньги. А в это время и все эти 34 года в ужасном состоянии находились все остальные города Карабаха. Начнем с Мартакерта. За 34 года Мартакерт был таким же, каким он был во времена СССР. Представьте, что на город чиновники Карабаха выписывали деньги, обманывали армян России и США, что будут строить там десятки зданий и заводов, а сами забросили город. На фото вы видите Мартакерт, который оставили сейчас армяне. Люди бомжевали в городе и жили, как во времена Петра Первого и Наполеона. И пусть каждый задумается о том, куда смотрели Ара Абрахамиан, Рубен Вартанян, ансамбел Карапетян, Кочарян и Серж, где были вечно ноющие звезды эстрады. Не видели, в каком кошмаре Мартакерт? И самое главное, а где были Степанакерты? Чем помогал Мартакерту Степанакерт? Пока эгоистичный Степанакерт вбухивал деньги только в свой город, тот же Мартакерт превратился в город горя и серых красок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Другой город Карабаха, который тоже все 34 года выглядел как фильм ужаса, это Гадрут. Давайте посмотрим фотографии Гадрута на экранах. Ну, а теперь, конечно, давайте посмотрим на город Аскеран. Аскеран, который был совсем недалеко от Степанакерта, был таким же заброшенным и находящимся в просто ужасе. Теперь, конечно, давайте посмотрим на город Мартуни, который находился в нескольких километрах от Карабахско-Азербайджанской границы. Мартуни также заброшенный город, который ничем не отличался от Аскерана, Гадрута и Мартакерта. Представьте, сколько миллиардов долларов собрали у армян по всему миру эти чиновники генерала Карабаха и какими были города, а Степанакерт для пыли в глаза якобы процветал. Давайте задумаемся о морали жителей Степанакерта. Вы хоть раз видели, чтобы жители Степанакерта написали, как нам больно, что мы живем в роскошном Степанакерте, а наши города Гадрут, Мартуни, Аскеран и Мартакерт в заброшенном состоянии. Напоминали эти города Хиросиму и Нагасаки. Эти люди до изгнания в сентябре прошлого года из Карабаха сидели и перемывали косточку всему правительству Армении, ни разу не сделав замечание самим себе. Знаете, почему Степанакерт ничем не делился с другими городами? Потому что Степанакерт был копией своих чиновников и генералов, а чиновники и генералы этого города были копией Степанакерта. Циничные, жадные, гниды и думающие только о себе. Сами степанакерцы за 35 лет очень сильно испортились как люди. До 1988 года жители Степанакерта работали в каршелкомбинате, в обувной фабрике, выпускали прекрасные молочные продукты, алкогольную продукцию и много другого. Люди жили за свой счет, а вот после 1988 года, по сути, город стал городом-фейком. В городе появились фальшивые министерства, а вместе с ними фальшивые работники министерств. И когда 35 лет человек притворяется министром, прокурором, судьей, президентом, депутатом, то спустя какое-то время наступает опьянение и, как итог, наглость. Как говорят наши армяне, Мартик Хабергумен и начинает вести себя безбожно. На протяжении 35 лет в этом городе никто не переживал за то, что по вине карабахского клана Армения осталась без школ, садиков и дорог. 35 лет Степанакерте никто не переживал, что 90 тысяч карабахцев сбежали из самого Карабаха с 1994 по 2018 год. И это мирное время во времена Бако Саакяна, Аркаши Гукасяна, Араика Арутюняна, Кочаряна и Сержа. Жители Степанакерта прекрасно осознавали, как по всему Карабаху выращиваются наркотики наркобаронами, включая первых лиц государства. И при этом степанакерцы молчали. За 35 лет степанакерцы не построили ни одного бомбоубежища. Вместо этого все подвалы они передали шлюхам и родным чиновников под магазины. До какой степени надо быть бездушными и мерзавцами, чтобы после 1994 года не обезопасить своих детей и стариков, не построить бомбоубежище. После 44-гневной войны в Степанакерт хлынул поток беженцев из Гадрута и Шушинского района. Можете себе представить, как принимали беженцев жители Степанакерта? Очень и очень плохо. Они смеялись над людьми из деревень и издевались над жителями Гадрутского района. Сдавали жителям Гадрута и Гадрутских сел жилье по самым страшным ценам, чтобы побольше содрать денег из бюджета Армении на компенсации и содрать побольше денег с несчастных беженцев. Степанакерцы сдавали вонючие свои подвалы беженцам за 120-160 тысяч драмов на тот момент, три года тому назад. Ситуация была просто ужасная и никто не захотел помочь бедным людям. Посмотрите, как самих степанакерцев сегодня принимает Армения, как студентов Степанакерта правительство Армении приняло в свои университеты. Уже более 400 учителей из Карабаха и Степанакерта взяли на работу в наше учебное заведение. А сами степанакерцы своих карабахцев приняли как врагов и издевались, так как всегда в этом городе смотрели свысока на сельчан и говорили «щеняцек». Почему я горжусь, кстати говоря, правительством Пашиняна? Потому что последние пять лет Пашинян и его правительство вкладывают почти все деньги в деревня и города областей. То есть Ереван щедро помогает областям, а не хапает все себе, как это было в Степанакерте. А вот за 35 лет в Карабахе был только один город в шоколаде – Степанакерт, который никогда не думал о Аскеране, Мартуни, Гадруте и Мартакерте. На эту тему можно говорить часами, но не хочется. Сегодня Степанакерцев правительство Армении принимает как королей и королев. Пусть хотя бы сейчас поймут, как они были неправы. Станьте простыми, благодарными, трудолюбивыми, и Бог вас не оставит наедине с вашими проблемами. А автор выпуска Роман Магдасарян вы смотрели и слушали инфоплатформу «В центре объектива». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова